Что мы можем сделать, если у вас плодоношение несколько снизилось? Берем 2 столовые ложки мочевины, разводим в ведре воды, можно даже в 6 литрах, и поливаем по листу. Листы сразу станут мягкими, но это не значит, что они погибнут. Сразу возобновятся женские цветы, больше количества, потому что огурец испытал стресс. И будет, так скажем, силы направлять на то, чтобы семена получить. А семена это у нас огурцы. Далее, чаще собирайте зеленцы, то есть маленькие огурчики. Вот, огурчики, которые не перезревают, потому что силы все-таки растение дает для того, чтобы создать потомство, а потомство это плоды. И вот такие огурчики, они еще семена не дают, мы их срываем. И тогда такой большой организм, как огурцы, направляет силы на созревание вот таких вот завязей, небольших. И чем чаще вы будете такие зеленцы собирать, тем лучше. Поэтому раз в 2-3 дня осматривайте, собирайте. Далее, чтобы сохранить срок плодоношения, обычно первые огурцы снизу идут. Тогда можно немного присыпать перегноем основание. Под корни подсыпать, чтобы оголенные стебли были в земле, перегноя или плодородную землю. Продолжаем подкармливать, подкармливать, о котором мы ранее рассказывали. Потом, уже в августе в конце ни в коем случае не передвигать и не перекидывать плети, потому что любое передвижение, это будет стресс для огурцов, и они перестанут плодоносить. А нам этого не надо. И потом, уже перепады температур, то есть ночь и день, дают такое, что вот листья вот эти желтеют уже, и может образоваться мучнистая роса. Поэтому раз, может быть, 10 дней обрабатывайте медицидержащими препаратами, но той же бордовской смесью можно проходить, обрабатывать. Размешивайте большое количество бордовской смеси, потому что ее пригодится использовать как на кабачки, так и на огурцы и остальные бахчевые культуры. И если вы соблюдаете все эти условия, тогда будут огурцы вас радовать урожаем до заморозков. Как это происходит, потом вам покажем. Ну вот и все на этом. До свидания.